Девушки отдыхают 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 Нет рычагов решать эти проблемы. Поэтому мы поступаем двумя способами. Первое. Правильно или неправильно ответил житель. Мы ему отвечаем, как в такой ситуации поступать. Если он обратился правильно, и есть какая-то предыстория, мы говорим, да, вы поступили правильно, ваше обращение мы перенаправляем в соответствующие органы. Если он поступает неправильно, мы все равно... Ответ другой. Мы говорим, что в вашей ситуации правильно поступать таким-таким-таким образом, но ваше обращение будет направлено по принадлежности вот туда-туда-туда. То есть вы так или иначе в любом случае куда-то либо пересылаете сами обращения человека, либо говорите, что он в правильное место пошел жаловаться? Нет, мы ему даем обратную связь правильно-неправильно он поступает. Если неправильно, то подсказываем, как правильно поступать в подобных ситуациях, они же достаточно стандартные. И безотносительно нашего ответа мы по принадлежности направляем эти документы. Скажите, пожалуйста, судьбу этих обращений как-то отслеживает Центр общественного контроля или это тоже не в сфере ваших компетенций? По мере возможности, и нам же ответы приходят, мы все-таки смотрим. Сказать, что всегда реагируют на 100% нет, по статистике, наверное, пока не готов сказать. А меры какие-то есть воздействия на тех, кто не реагирует? Общественной палаты нет, только рекомендации. Понятно, только пожурить можете. При этом я могу сказать, что вот та ситуация, когда на самом деле слышат, слышат как с точки зрения обращения граждан, так и на тех мероприятиях, которые мы традиционно проводим по вопросам, скажем так, спорным. Был, например, у нас акция освещения дворовых территорий, да, темный двор. Вы тоже принимали обращение, я помню, на неработающие фонари, освещение и прочее. Принимали обращение, отработали и получили от двух ведомств совершенно уникальный ответ. ГЖИ говорит, мы этим не занимаемся, это не наша компетенция. Государственная жилищная инспекция. Да. Администрация города отписалась, что это не их полномочия, после чего пришлось проводить круглые столы, садить их рядом и говорить, давайте все-таки разберемся, а кто, собственно. Кто отвечает за свет в наших дворах. Да. И кто? Все, оказалось, что ГЖИ, да, подконтрольно ГЖИ пришли. Причем мы предварительно встречались с Еленой Васильевной. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ, я говорю, Елена Васильевна, вот хотим, она говорит, ну, у меня, говорит, большое сомнение, что такие круглые столы приходят к какому-то результату. Я говорю, да нет, у нас есть тот опыт, тот опыт. И это тот прекрасный пример, когда, действительно, когда все специалисты на одной площадке удаются понять правила. Правда, разочарование этой акции... Она присутствовала на круглом столе? Нет, она на круглом столе не присутствовала, но специалисты были. Приглашайте ее на заседание вашей комиссии. Мы приглашаем всегда всех. Пусть Елена Васильевна познакомится с работой общественной палаты в этой сфере. Хорошо. Разочарование этой акции этого года еще в том, что мы по детали копнулись в вопрос, в общем-то, что обязаны освещать во дворовых территориях. То есть есть обязанность, должно быть освещено. Но освещение касается только двух вещей. Это входа в подъезд и дорожки, по которой идут люди. То есть, представляете, если огромные дворы с детскими площадками, с спортивными сооружениями, обязательства по освещению этого нет. Вообще ни у кого. А там в темноте асоциальные элементы на лавочке спирт но и распивают, потом бутылки оставляют за собой в темноте. Все что угодно, да? Вопрос, что делать? Только решением общего собрания принимать решение о установке дополнительного освещения. То есть... И тогда за это освещение кто отвечает? За это освещение отвечают жители дома. Дома управления, ТСЖ, сами жители. Только сами жители могут принять решение освещать или не освещать все, что угодно, кроме тротуара и самого подъезда. Да. За свои деньги? Конечно. И содержание за свои деньги? Абсолютно. А содержание тротуара и входной двери? За свои деньги. Тоже за свои деньги? Ну как? Подождите, а в чем тогда сфера ответственности госжилой инспекции? Госжилая инспекция может проверить освещенность и в случае отсутствия наказать. Кого? Жильцов же? Ну, управляющая компания, которая должна следить за тем, чтобы... Чтобы все лапочки горели. Все-таки управляющая компания отвечает. Отвечает управляющая компания. А платят жильцы, но отвечает управляющая компания. А госжилая инспекция проверяет и ставит на вид. Штрафует управляющую компанию. А вот что касается еще раз, снова детских площадок, прилегающих скверчиков или чего-то еще. Если жильцы хотят, чтобы они были освещены, они принимают такое решение на собрании. Они собирают деньги, они устанавливают, они в дальнейшем следят за этим освещением. И тут к ним никто придраться не может. Да. Вот они приняли решение, что очень ярко. Значит, очень ярко. Я специально утрирую. Единственное, что когда они принимают решение, понятно, что они могут купить где-то столбы, вкопать сами. Но обычно решением-то есть как? Мы приняли решение, обсудили смету, а дальше управляющая компания выполняет эти работы по поручению жителей. Еще у меня последний вопрос. Сейчас перед утрируем будет по поводу освещения. Решение, по которому принимают жильцы. Очень модно на некоторых домах. Я не знаю, как они там на больших домах, тут маленькие дома в центре, которые там двух-, трех-, четырехэтажные. Очень любят повесить здоровый прожектор, который жарит там на несколько километров. Вот просто. У меня из окна сразу несколько таких прожекторов ночью видны. Они прям вот долетают за нескольких километров до меня просто. В мое окно приходится задергивать занавески. Это вообще законно? Можно такой сильный прожектор вывешивать на доме, чтобы освещать двор и прилегающую территорию? Не регулируется. То есть законно? Да. Хотим, вешаем какой угодно фейерверк там на своем доме, включаем. Ну, не фейерверк, а имеется в виду, хоть там, хоть там как на стадионе вот такие здоровые штуки. Правда? А если я пожалуюсь? Они мешают спать. Спать мешают, светят в окна. Купи плотные шторы тебе скажут. Есть вещи, которые не урегулированы законодательством. То есть я могу жаловаться и требовать изменить законодательство? Ну, например. Общественная палата обладает правом законодательной инициативы. Глядишь, и она продвинет мое предложение. То же самое касается... Единственное, что смежная отрасль права — это Роспотребнадзор, попробуйте туда обратиться. Если вы считаете, что существенно ухудшены ваши условия, если создаются невыносимые условия, могу предположить, что уже не в рамках набора законов по жилищному праву, а в рамках Роспотребнадзора теоретически попробуйте туда. Они же уровень шума замеряют, а вот уровень освещенности мешающий они, наверное, тоже могут замерить. То есть у нас нет никаких норм, которые скажут, что нельзя, чтобы фонарь был больше, чем вот такой силы, потому что этого достаточно для освещения в ночное время. В области жилищного права такого нет. В образе. Прервим сейчас на полминуты и снова будем говорить с нашим экспертом Сергеем Улитином, руководителем Центра общественного контроля в сфере ЖКХ при Общественной палате Кировской области. Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ при Общественной палате Кировской области в нашей студии. Мы обсуждаем тему жилищно-коммунального хозяйства и жалоб кировчан на неправильно и некачественно оказанные услуги в этой сфере. Остановились мы на акции «Темные дворы». Я знаю, что Центр общественного контроля в течение прошлого года проводил еще несколько. Чего они касались? Если говорим про горячие линии, то помимо этой, традиционной, мы ее уже второй раз проводим. У нас с 30 января по 3 февраля была горячая линия «Дорогое тепло». Она была связана с тем, что когда мы рассчитывались по 1,12, каждый год у нас приходил перерасчет. Это было или доначисление, или... Или наоборот. Или наоборот, что я такого практически не помню. Но самое главное, что в этой точке всегда есть соблазн у коммунальдиков приукрасить платежи. И вот за этим мы и смотрели. Значит, еще с 25 по 31 августа у нас традиционная горячая линия по вопросу роста тарифов. Мы тоже, что называется, мониторили, потому что в этой точке как раз идет повышение тарифа. То есть, вы помните, уже несколько лет подряд тариф изменяется не 1 января, а 1 июля. Мы про какой тариф говорим? Точнее, про какие тарифы? У нас же много на что меняется. Коммунальный тариф. Они все в среде года меняются. И, наверное, с точки зрения тех вот горячих линий, которые мы проводили в 2017 году, практически все. Самая эффективная, на ваш взгляд, горячая линия все-таки была вот по какому вопросу? Так, чтобы было и много обращений от жителей, и с ними качественно работали, и какой-то вот результат такой был ощутимый. Вы знаете, вот все-таки темный двор, несмотря на то, что мы прогорели до рекламы, вот все равно и обращения, и мы понимаем, что потом эти обращения отрабатываются, и видим, что все-таки получше становится. Ситуация меняется. Да, меняется. Я, кстати, не назвал еще... У нас в 16 мая работала горячая линия о фальсификации протоколов общих собраний. Такая проблема есть, такая проблема есть? Это очень большая проблема, потому что, ну, мы знаем все, да, чтобы принять какое-то решение на уровне дома, надо собрать как минимум половину жильцов дома, чтобы они порешали что-то, да, и каким-то своим вот общим решением все-таки обозначили, да, делаем или не делаем. Все люди занятые, и я не знаю, Света, я думаю, ты с этим сталкивалась, все с этим сталкиваются, да, собрать половину жильцов дома невозможно, а решение принимать надо, делается что? Говорится, что они были на собрании. Да, ну, сейчас законодательство изменилось, и уже второй год мы видим ситуацию, когда очно-заочное голосование, то есть сперва кто-то собрался, проголосовали, корума не хватает, дальше... Пошли по квартирам. Да, дальше пошли по квартирам. На самом деле это хорошо. Да, Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, а когда все-таки вот заработает эта история с делегированием полномочий, да, когда можно будет выбирать либо старшего по площадке, либо старшего по подъезду, который там представляет интересы всех остальных жильцов дома? Ну, ровно тогда, когда будет изменено федеральное законодательство. А, ну, а перспективы-то? Ну, перспективы... Вы знаете, я боюсь уже говорить про какие-то перспективы, потому что, по крайней мере, то, что касается начисления общедомовых нужд, уже настолько часто меняется, что люди уже просто перестали понимать, вот нам каким инструментом пользоваться, то ли по нормативу, то ли по прибору, то ли так рассчитываются. Вообще, конечно, то, что говорят на уровне федерации общественники и министерства, она говорит, ребят, вот как-то бы это, правила игры установить и сколько-то пожить по стабильным правилам игры. Настолько сложная законодательство, настолько зарегулированная, что какие-то эти периоды понятные должны быть подлиннее, чем у нас сейчас есть. Хорошо. А с подделкой протоколов общего собрания чем закончилась история? Ну, на самом деле, больших обращений не было, потому что это не носит в Кирове массовый характер. Мы, если говорить про подделку протоколов, подделка протоколов это что? Это чаще всего переход одной управляющей компании в другую. Мы даже проводили круглый стол на эту тему, он назывался, правда, по-другому, двойная эквитанция из различных коммунальных услуг, как защитить права собственников. Но это уже последствия, так скажем, перехода из одной компании в другую, когда и старая присылает, и новые платежки. Да, да, да. То есть вот такая логика. И по протоколам были проблемы, и потом, вот самая болезненная, и я считаю, что до сих пор не очень регулированная проблема, это переход от одной управляющей компании в другую. Старая не отдаёт, для этого используют разные хитрые приёмы. Добросовестная новая, которую выбрать жители, уже готова работать, ей говорят, нет, нельзя, пока тебя нет в реестре, а ты ей давай, походи, месяц, три месяца. А жители-то ведь надеются, что вот уже завтра у нас будет лучше. Ситуация начнёт меняться, и тут же начнутся приборки в подъездах, ремонт, и всё что угодно, да? Да. А приходится ждать. Хотя если анализировать, какие методы применяют управляющие компании для переманивания, ну, давайте уж открыто называть, для переманивания, для борьбы за жителей тех или иных домов, для борьбы за клиентов, вот давайте прям вещи своими именами называть. Да. Главный козырь, это самый дешёвый тариф, то есть если у вас было, допустим, 17, 22 рубля, мы вам дадём 15. и вот у людей такая магическая штука, что мы будем платить дешевле, которая у них несколько понижает порог критики, и они уже перестают смотреть, а в общем-то, что мы получим за эти деньги. Ну, то есть они не анализируют деятельность этой новой компании, да, они смотрят, как живут те дома, в которых она является управляющей там долгое время, да? Да, мы уже который год ведём рейтинг управляющих компаний, и мы не очень довольны, хотя он как бы трансформируется, но вот эта вот обратная реакция жителей, она недостаточная. Люди, с одной стороны, не дают обратную связь, не говорят, и мы уже используем волонтёров, и в очередной квартал мы опять попросим наших волонтёров, чтобы они приняли участие и постояли на активных местах, но люди на эти инструменты пока не опираются. Я думаю, что люди, многие, многие люди в Кирове даже не знают, как называется их обслуживающая организация, то есть управляющая компания, они, может быть, и знают ещё, да, вот обслуживающая организация, которая по договору с управляющей компанией занимается их домом, знают далеко не все. Это не страшно. Вы думаете? Конечно. Не знаю. Сергей Николаевич, ещё такой вопрос. Много было вот историй на вашей как бы практике в последний год, когда люди переходили к одной управляющей компании, да, и потом оказывалось, что она хуже была, чем предыдущая, и они делали шаг назад. Вообще, бывают такие истории? Бывают. Ну, это единицы домов. Очень редко. Потому что сам процесс, люди вот на этом этапе перехода от одной к другой настолько устают. Вот те активисты, надо понимать, да, там огромный дом, нормальных активных, это 5-6 человек на многоэтажку, они говорят, слушайте, ребят, мы так устали, вот тут что-то там... По второму кругу не хочется. Да, во-первых, это психологически тяжело, времени много отнимают, да еще и не очень понятно. И говорят, вот мы, слава богу, хоть на этим, но вот пока вот так, и ладно. Между тем, я вот слежу за тем, как у нас голосуют на сайте хакера.ру, Ань, ты сидишь, наверное, когда-то там в контакте. я в контакте смотрю, да. Я вижу, что 24% говорят, что на оплату коммуналки уходит менее 10% заработка, и по 20% 40% и 50% заработка, и 8% говорят, больше 50% заработка. Надо сослаться на статистику, разные есть оценки экспертов и разные там технологии, но в целом, те, кто платит более 40% своей зарплаты, у кого уходит на ЖКХ и содержание собственного жилья, относятся к категории бедных людей. Относятся к категории бедных людей. Категории там богатых людей относятся те, ну не богатых, а средний класс, те, кто платит менее 10% заработка на содержание жилья собственного, да, любого, в любом количестве. Это же сколько надо зарабатывать? У нас получается 50% проголосовавших относятся к категории бедных людей по статистике. Такая вот история. Сейчас прервемся на короткую рекламу и снова будем говорить с Сергеем Улитиным, руководителем Центра общественного контроля в сфере ЖКХ при Общественной палате Кировской области. Продолжается дневной разворот. Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ при Общественной палате Кировской области, у нас в гостях. И Сергей Николаевич хотел прокомментировать нашу статистику, которую мы озвучили до перерыва. Дело в том, что на сайте хакерова.ру в нашей группе ВКонтакте мы спрашиваем у вас, сколько денег уходит у вас на оплату коммуналки и разбили там по процентам, очень дробно. Таким образом, у нас получилось на данный момент, ваше голосование нам говорит о том, что 24% платят менее 10% заработка, 48% платят более 40% заработка, из них 28% более 50%. На страничке ВКонтакте я тоже скажу, да, тут более 40% два варианта ответа набирают, 30% заработка и 40% заработка, но при этом 16,5% набирает вариант менее 10% заработка. Ну и мы там уточнили в интернете, посмотрели разные раскладки, считается, что если большая часть экспертов и вот этих диаграмм нам показывают, что если человек платит больше 40% за содержание собственного жилья от своего заработка, то он относится к категории бедных. А у Сергея Николаевича есть комментарий на этот счет? Да, у меня вопрос очень простой, если мы говорим, что такое большое количество платит больше 40%, тогда у меня вопрос, а что у нас не работает. История, которая уже давным-давно, если у вас совокупный доход семьи, вернее коммунальный платеж больше 21, могу ошибиться, но где-то в этих пределах совокупного дохода семьи, то вы имеете право получать субсидии на эту сумму. Какие? Какие? На разницу? Субсидии от государства? Да, конечно. Я знаю, что не очень сложная процедура получения этих субсидий. Бабушки этим точно пользуются. Там есть, правда, одно но. Это касается той жилой площади, которая нормативная. По-моему, 19 квадратных метров. На человека? Да. И у нас была история, когда мы в одном районе смотрели, жители говорят, да эти ваши субсидии ничего не значат. Человек один живет в 58 квадратных метров, живет человек один. Она говорит, а мне же не на все дают. Мне дают только в пределах социальной нормы. Мы говорим, ну да, такие правила. Ну так видите, а дайте мне за большую площадь. В нашей стране только 19 квадратных метров. Скажите спасибо, что не 9 на всю семью, как это бывало в нашем детстве. Многие помнят эту историю. Еще раз хочу оговориться, что эти цифры, они не очень точные, потому что я их по памяти. Хорошо. Поехали дальше. Сергей Николаевич, а у вас-то сколько уходит от вашего дохода на оплату? Вот пока была реклама, я примерно прикинул процентов 15, но могу сказать, что мне повезло в этом плане, потому что... С работой? Нет, не с работой. С зарплатой. Я живу в собственном доме, у меня газовое отопление, то есть у меня сразу недорого. У меня стоит автоматика, учитывающая температуру на улице и температуру в каждой комнате. А там регулирующая система? У меня регулируется все, причем это хорошо дважды. То есть я не переплачиваю зимой, особенно весна-осень, когда переходные периоды. Я честно могу сказать, что в июне прошлого года, в 17-го года, мы на семейном совете приняли решение, примерно, по-моему, 5 июня, помните, было холодно. Просто на 2 недели еще включили отопление, чтобы было комфортно в квартире, ну, в доме. Ну, это удобно, конечно. Сами захотели, сами включили. Ну, у всех разные затраты на загородные дома, потому что те, кто не имеет умные системы и газовый генератор собственный, а отапливают там, например, пилетами и прочим, или электричеством, 15 тысяч, 20 тысяч в месяц на содержание дома, это, конечно, не та совершенно история. Ну, и да, мы должны понимать, что все-таки дом отдельный, это такая история для семьи, где есть мужчины, я бы сказала, да. То есть мама одинокая с ребенком в дом не уедет. Его надо чистить, его надо обслуживать все, что угодно. Ну, Светлана, ты боевая, ты крышу у тебя на пятом этаже сама чистишь от снега. Да, каждую неделю почти, да, и каждую ночь я чищу крышу на пятом этаже своего дома. Поехали дальше. Итак, что еще из главных век 17-го года мы можем с вами назвать, и какие планы у Центра общественного контроля на 18-й? У вас было очень много семинаров. Очень много семинаров в 17-м году. 41 семинар. 41 семинар. Мы об этом говорили, и в начале вашего пути вы рассказывали, что все-таки вяло люди ходят на семинар, вот не очень много людей приходят, много информации даем. Здесь мы в этой студии регулярно собираемся. Какая ситуация сейчас? Последний семинар прошел позавчера. Шесть человек пришло. Шесть. Шесть. Все равно люди говорят, ну, вот одно и то же. То есть происходит с нашей точки зрения какая ситуация. Информацию даем. Информацию даем. Ведь почему такое количество семинаров? Где-то в одной точке собирать людей не очень удобно, поэтому мы их проводим в центрах местной активности. Одна и та же тема в разных районах, поэтому такое количество тем было, на самом деле, поменьше. И люди приходят первый раз, обычно это старшие по домам и активные жители, слушают, задают вопросы, и понятно не все. Когда первый, второй раз понятно не все, они говорят, ну, что-то мы здесь перестали понимать. Хотя, вот, я могу сказать, что, по крайней мере, ГЖИ нам предает своих специалистов, очень доступно рассказывает каждый раз, вот, прямо это. Я не хочу давать оценку деятельности жилищной инспекции, но с точки зрения их эффективности на таких семинарах, ну, твердая пятерка. Да, мне кажется, вот, тут большая проблема, наверное, все-таки с информированием. Я о ваших семинарах информацию, вот, честно скажу, вижу только в социальных сетях, ну, на сайте администрации, там еще где-то, да. То есть, вот, в интернете можно посмотреть. Основная масса, как вы говорите, тех, кто приходит, это активные жители, да. Мне так кажется, что среди них должно быть много пенсионеров. Наверное, не все они смотрят анонсы в интернете. Вы забыли очень важный канал. Центры местной активности по своим активным в районе гражданам делают такую информацию. Рассылку. А вы не пробовали на подъездах как-то вот объявление вывешивать, нет? Нет, не пробовали. Во-первых, на подъездах объявление вывешивать. А, накладно, Б, по времени, это не просто В, ну, на подъездах вообще-то нельзя ничего клеить. Нет, ну, рядышком-то там есть информационная доска, да. Ну, поверьте, вот, все равно, у нас же есть опыт, когда мы собираем там вот от шести до двадцати человек, ну, шесть человек, это и тоже, в общем-то, это шесть домов, надо понимать. От шести двадцати до там, ну, до ста человек были там мероприятия. На маленьких мероприятиях, таких камерных, назовем их так, лучше, проще объяснять. Когда общие вопросы один услышал, другой в это время разговаривал. Вот мы не говорим, что это плохо. Вы не гонитесь за лепым за количество. Слушайте, вот что хочу сказать. Вообще, для слушателей нашей радиостанции Анна Лапшина персонально каждый день пишет программу «Дайджест недвижимости», где, я вам клянусь, она как раз про ваши семинары регулярно рассказывает практически вот в режиме нон-стоп. Спасибо. Пожалуйста. Поэтому, если кому-то тяжело заходить там на сайт и смотреть, когда, где и какие семинары, то Анна Лапшина каждый день рассказывает в программе «Дайджест недвижимости». Ну, не каждый, а каждый раз, когда бывают семинары. Есть, естественно, да. Кроме того, работает телефон 38-14-77, 38-14-77, каждый день с 8.30 до 17.30. Это центр общественного контроля в сфере ЖКХ, общественной палаты Кировской области. Пожалуйста, звоните, если, опять же, интернет там не ваш ближайший друг, и задавайте свои вопросы, и записывайтесь на семинары, и приходите на комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. Поверьте, я там была несколько раз. Там работают профессионалы, они очень чётко обсуждают вопросы, любо-дорого просто и слушать, и со своими проблемами приходить. Конечно, когда мы говорим, что у палаты нет никаких инструментов для того, чтобы воздействовать, кроме как рекомендовать и написать письма, это действительно так. Тем не менее, то, что вам уже показывает путь, как решать вашу проблему, это один из самых важных шагов. Первый шаг, самый важный шаг, который нужно сделать, получить консультацию профессионалов. Поэтому, пожалуйста, этим не брезгуйте, именно так и поступайте. Моя рекомендация, как члены общественной палаты. И вот то, что рассказывал сегодня Сергей Николаевич Улитин по поводу жалоб, процентного соотношения и прочее, размещено на сайте общественной палаты. Вчера разместили этот документ, актуальная проблема в сфере ЖК Хакировской области. Там чётко тоже приведены жалобы, анализ, который вы провели у меня. Единственное пожелание к вам, я повторюсь, мы, Саня, не отреагировали на то, что вы сказали, что у вас нет статистики по откликам, хотя они всё равно, когда вы обращаетесь, вам ответ на это письмо присылают. У меня просто действительно такая просьба, чтобы вот эту аналитическую работу тоже проводили. То есть сколько написала палата и кто чего сказал прям конкретно. И мы с удовольствием эту информацию тоже в эфирах будем освещать. Потому что это очень важно, как реагируют на запросы общественности, как реагируют различные органы и институты, которые обязаны просто обеспечивать нам наши права. Теперь, что касается семинаров, я Аню тоже полностью поддерживаю, потому что одно дело распространять информацию на сайте и в эфире, а другое дело ТОСы, конечно, это прекрасно. Но есть, видишь, система есть личного контроля, какого-то и приглашения. Да, но в ТОСы приходят тоже всё время одни и те же люди. Мы тут с ТОСовцами связывались. Это те же самые люди, которые являются главами домов. Они очень активны и так далее. Их очень мало, на самом деле. Меньше, мне кажется, 5% от общего количества населения, слово которое они не любят. Но, тем не менее, прямое... Вот, ты помнишь, наш вот этот эфир, когда мы собирали заявки по программе «Комфортная городская среда», шесть человек позвонило, там, пять или шесть человек позвонило. Мы с Володей Сметанином сбивали тут заявки на ремонт тротуаров и задавали вопрос, а сами-то вы заходили на сайт? Нет. А вы можете? Ну, может быть, где-нибудь у соседа или амута. А вы можете прийти в центр местной активности? Ну, где там этот центр местной активности? А с соседями своими вы разговаривали на этот отчёт? Так вопрос решения любой проблемы по ЖКХ, там, например, благоустройство территории. Нет, а что соседи? Вот они... А вы можете написать объявление и повесить на дверях, что вы просите ваших соседей проголосовать на сайте таком-то за ремонт тротуара у вашего дома? Это ведь несложно, можно даже не печатать, а от руки на листочке написать. Ну, наверное, да, могу. И это было после минутного разговора практически с каждым. Правда, они в конце улыбались уже, да, и понимали, что это всё наша леность. Это всё наша леность, на самом деле, в решении вопроса. Я думаю, просто люди ещё не до конца понимают, что пока они сами не начнут этим заниматься, никто за них ничего не сделает. Вот. Да, ну просто... Вот вопрос, как прививать нам гражданскую активность и ощущение себя как гражданина, то есть вот когда мы там... Чтобы люди были гражданами, а не населением, да? Да, чиновники с высоких трибун говорят, вы сами вот они не ходят на общественные слушания, вы там не ходите, вам все инструменты... Это не работает никогда. Да, и наше морализаторство тоже в эфире не работает никогда. Вообще нигде, ни разу никак вообще. Но без этого, ты права совершенно. Без объединения, без того, чтобы посмотреть на соседа, выйти на лавочку, на лавочку посидеть и обсудить не там короткую юбку соседки, например, или выпившего соседа, например, а что нам делать, например, с входной группой нашего там... Да, с подъездом, да. Вот что мы с этой... Дверь тебе нравится? Нет, а фонарь какой давай лучше повесим? А давай мы саженцы вырастим, вот такие большие посадим, они маленькие. Такие-таки вещи. Это касается абсолютно всего. А еще, Света, я тебе скажу, что очень хорошо работают позитивные примеры где-то поблизости, да? То есть если жители одного дома видят, что в другом доме объединились жильцы и что-то сделали для себя, во дворе или в подъезде, или сразу же, моментально, вот тут сразу же все оживляют. А знаешь, что плохо работает? Когда мы видим на официальных сайтах и официальных группах в соцсетях, как главы города режут ленточки. Вот это работает плохо. Не работает вообще никак. Приехал, открыл, уехал. Ну и что? Света, у этой процедуры совершенно другая задача. Какая задача? Задача показать, что ленточку перерезали. Что-то сделали. Я считаю, что совершенно не то, на другую надо думать. Не работает. Послушай, у меня вот предложение, у нас остается буквально две минуты. Все-таки Сергея Николаевича я бы хотела спросить. На его взгляд, самые главные изменения в сфере ЖКХ за прошедший год? Вот вам как кажется. Ну, если тезисами, да? Да. Переход с одной двенадцатой на одну восьмую. По отоплению. По отоплению. Оплата за отопление. Сидят два специалиста и понимают, о чем они говорят. Я ничего не понимаю. Ну, как ничего не понимаете? Вы же платежку получаете. На пять с половиной тысяч. Это поэтому в том числе. Ну, вы выдохните, зато наступит май, и у вас за отопление будет ноль. Я этого жду. У тебя летом будет больше денег оставаться. Отлично. Приятные вещи. Там ведь отпуск может быть. Да. Нерешенный вопрос, который в прошлом году, по крайней мере, сдвинулся, и он касается жителей в большей степени нескольких районов. Это Налин, Зуевка, Котельнич. Это двойные квитанции за индивидуальное отопление в домах, где есть центральное отопление. Которые пришли. Которое было дорогое, люди в свое время переключились на индивидуальное, а потом им начали приходить квитанции за то и за то. Причем это касается не только Кировской области, в других регионах такая проблематика есть. Но, по крайней мере, сейчас и мы проводили круглый стол на эту тему вместе с уполномоченным по правам человека. И губернатор возглавил комиссию и начало сдвигаться. Вот как раз тот случай, когда власть говорит, мы по закону не можем с вас требовать, но мы настойчиво опросим. И ресурсники, по крайней мере, нашли какие-то выходы, механизмы. Там понятно, что сейчас еще идет вопрос по соглашению. Кстати, на этой неделе было очередное заседание. У концессии? Нет? Про какое соглашение? Нет, это все про двойные тарифы. А, двойные тарифы, так. Ну, давайте я вас даже погружать не буду. В общем, очень сложный механизм. В общем, сдвинулось с мертвой точки. Ну, сдвинулось. Я не поняла, как оно сдвинулось. Люди все-таки вернули свои деньги или что? Нет, люди перестали приходить платежки. Перестали приходить платежки. Перестали в суде взыскиваться, прослуживаться те суммы, которые были выставлены до этого. По тем, кто успел заплатить, по оценке это порядка 5-8 миллионов рублей было перечислено. Там сейчас обсуждают механизмы, как это... Возвраты. Ну, скорее, зачтут. Ну, я поняла, что не наличие платежей. Хорошо. Вот это все понятно. Третья, давайте. Третья. Концессия. Она не случилась и не планировала случиться в 2017 году, но мы очень много смотрели... Хотя Илья Вячеславович Шульгин сказал, что до конца года будем решать этот вопрос. Это вы помешали решить вопрос в концессии? Нет, мы не помешали. Мы изучили опыт Ижевска. Нам показалось, что интересно. Но в концессии ведь как? Концессию не надо бояться. Концессия — это баланс интересов. Надо восстанавливать сети? Надо. Не объясняйте, у нас нет времени. 30 секунд. А что по концессии-то все-таки? В 2018 году будет решен вопрос? Если успеют разобраться с вот этим пулом активов, с сетями, если нормативку приведут, могу предположить, что к концу года успеют. То есть активы в городе, городские активы, плохо учитывались. Их состояние, анализ и так далее. Они не только городские, Светлана. Там проблема в этом. И вопрос-то как раз городских сетей. Передача их по концессии. Там есть и бесхозные, к сожалению. И бесхозные, да-да-да. То есть там есть набор процедурных вещей, которые... Хозяйство не в порядке. В общем, концессия-то тоже важная тема уходящего года и года наступающего. Мы благодарим Сергея Улитина, руководителя Центра общественного контроля в сфере ЖКХ при Общественной палате Кировской области, за консультации, грамотные, как всегда, в нашем эфире. И не прощаемся с вами, потому что вернемся через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин